Как и с током убивающее, током убиваемое животное, мучается, как мне объясняли химики, впрыскивается адреналин в кровь, а продукты распада адреналина это чистый яд. И те, кто едят не кошерно убиенных, они едят яд, но он медленно действующий, мы не успеваем от этого умереть, мы мало живем. Это как с Чизбургами, но все, что я пытаюсь сказать, приказы Всевышнего, а приказ был какой? Не кушайте, не соединяйте добро и зло, не смешивайте, господа. Ну, а они что? Не послушались. И что в Торе написано, как ваши переводчики вам переводят? И открылись у них глаза. И они такое... А что вы не увидели? Понимаете, не открылись, господа. Но ничего хорошего, когда не слушают родителя с большой буквы. Вообще, родители, ну согласитесь, ну когда дети не слушаются, разве это хорошо? Ну разве что-то хорошее может из этого быть? А если родитель абсолютен, к чему я подвожу? Не открылись глаза. Понимаете, вот 32 раза я читаю, на 32-й я вспоминаю. Я читаю на иврите, что на русский, и, кстати, на английский, проверьте, переводят как? И открылись глаза их. И увидели, что ноги они. А что до этого? Уже объясняем. Не открылись, господа. И зощрились. Это мне лавры Маяковского покоя не дают. Понимаете? Нет, конечно, слово так не говорят. И зощрились. А переведите вы. Понимаете, изворотливость. И я уже объясняю. Знать можно только истину. Вот если вы узнали ложь, простите, а что вы узнали? Что приобрел в результате промаха первый человек и его жена? Вам же переводят и открылись глаза. Господа, да не открылись. Да ничего не... Понимаете, они узнали гадости. Они узнали... Что они узнали? Понимаете, почему между струйками? Вот эта изворотливость, вот эти дурные наши мысли, вот это оттуда. И Тора не говорит, открылись глаза. Извратились. Изощрились. Абсолютно точный перевод. И изощрились глаза их. Да. А до этого, к какому они состоянию были? Замечательный вопрос, господа. Понимаете, смотреть надо. Ну что можно увидеть глазами? А как до этого было? Вот пока они не утратили свой потрясающий духовный уровень. А тебе так сердцем же надо смотреть. Ну, я уже объясняю. Женщины меня поймут сразу, мужчины оценят. Понимаете, приходят гости. Вот последний год мы страдаем, у нас квартира... Ну, даст Бог на вырост, и еще будут у нас в квартире гости. И много даст Бог. Так что, ну, мы достроим еще этажи. Что я хочу сказать? Приходят гости. И я их вижу первый раз. Мы знакомимся. Моя оценка основывается, мужчина, на чем? На информации. А какая у меня информация, если я с ними только что познакомился? И понятно, что я сплошь и рядом ошибаюсь. И чем меня в частности поразила моя жена, когда мы только поженились. Было очень давно, но я еще помню. Она вообще не ошибалась. Ну, как это может быть? Мы же только познакомились. Ответ. Так, а вы же знаете, знаменитая женская интуиция. Что это такое? Да это просто эмоциональное восприятие. Прямое. Не количество информации. Господа, да что можно увидеть глазами? Понимаете, для чего нужен рентген? Ну, ведь глазами же нельзя ничего увидеть. Понимаете, сегодняшняя ситуация такова, что даже женская интуиция – это слабый намек на то, что было у первого человека. Они видели суть. Они смотрелись сердцем, душой. Что произошло в результате промаха? Изощрились. Что стало доступно, к сожалению, нам с вами? Ложь, фальшь, дурные мысли. Понимаете, вот чего я стужусь? Я знаю такое слово, господа, мне очень приятно. Но я его знаю. Зоофилия. Ну, помните этот страшный вопрос? Чем отличается педагог от педофила? Я помню. Ну, педофил хотя бы любит детей. Ну, по педагогу не всегда. Я сам педагог. Так что. Ну, а если кроме шуток, уровень первого человека – высочайший духовный уровень. И речь идет о падении, не открылись глаза. Понимаете, дурные мысли, гадости. Я, например, очень надеюсь, в Кабале сказано, что в самый низ, и потому так построено наше тело, вот у меня книжка такая, визуяция Кабалы, нас, знаете, как называют? Пятки Машиеха. У нас третий урок будет о господине Натаньяу. Мы немножко снова вспомним и оценим ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Не только в связи с выборами в Израиле, в связи с халифатом, ну и со всем, что сейчас происходит. Так вот, почему самый низ в духовном смысле, а есть еще ниже, а что ниже пяток, а что ниже, ответ, на грязь? Понимаете, есть такие слова, которые даже я, слава Богу, не знаю. Почему, слава Богу? Потому что с меня хватает слова зоофилия, например, или педофилия, или всякие другие гадости. Понимаете, я рад и счастлив, был бы этих слов не знать. И жить в мире, где эти слова просто не нужны. Ну, попробуйте не согласиться. Повторим. Итак, наш вопрос был. Три с половиной тысячи, что там можно учить три с половиной тысячи лет? Тридцать, второй раз я открываю первую книгу. Понимаете, и я вдруг замечаю, какое открылись глаза. Вы о чем? Приказ Всевышнего абсолютен. И, следовательно, ничего хорошего из того, что дитя не слушается родителей, быть не может. Когда родитель абсолютен, его приказы абсолютны и работают на любом уровне. И всякое ослушание вредно. Даже на уровне здоровья. Хотя смысл вообще не в здоровье. И понимаете, о чем мы... Да, вопрос. Когда мы говорим об абсолютности родителей, а если наоборот? Нет, если наоборот, то мы уже говорим не про Всевышнего, а про нас с вами и про родителей. И мы сейчас тоже несколько слов скажем. Пока я хочу завершить первую часть. Хорошо, еще один вопрос, пока не забыл. Окей. А в чем же было назначение глаз? Это было следственное связи между сердцем и глазами? И что, сердце выполняло пульсу глаз? Да, несомненно. И я вас отсылаю к следующему комментарию. Вы помните, свет когда был создан? Ответ день один. А светило. Ну, понимаете, я о чем? Ну, как же свет, если нет светил? На четвертый день. А, и там написана изумительная вещь, что светило не были созданы светить. Понимаете, свеча горела на столе. Свеча горела. Я извиняюсь за дурную ассоциацию. Свет отключили. Вот нет, электричество. И потому... То есть, когда светят светило, это Рашик говорит, четвертый день творения, то это Атас, это Аврал. Задача светил, понимаете, мы смотрели не глазами. Мы смотрели душою всей. И свет, задача светил была не солнечный свет. Ведь я же вас сейчас не вижу, вы понимаете? Отраженный свет раздражает мою сетчатку посредники. А у нас было напрямую. Вот этот божественный свет, это напрямую. Вот этот духовный уровень первого человека был столь высок, он видел сути. Помните, он давал имена, он давал сути. Он давал человеку... Вот нам с вами требуется куча слов для взаимопонимания. Иногда кучи слов не хватает. Это не телепатия, это больше. Понимаете, первый человек и его жинка, они вообще были как одно существо. Они понимали друг друга в каком-то смысле без слов. Ну, помните, муж и жена, которые живут душа в душу. Там уже не нужны слова, понимаете? Мы себе даже представить не можем, чего мы лишились. Что там было. И я заканчиваю пример со светилами. Как это свет первый, так это божественный свет. Это любовь, это взаимопонимание. А что? Аварийный вариант. Он тоже предусмотрит в творении. Светила появляются как... Вообще задача светил была совершенно другой. Допустим, календарь. Сейчас не принципиально. Но так получилось, что мы лишились божественного света. И теперь солнце и луна должны были взять на себя совершенно аварийную функцию светить. Но изначально функция светить не присутствовала в творении. Мы светили. Мы были солнце. Мы были... Люди чувствовали друг друга. Я потому вспоминал женскую интуицию. И снова повторяю. Это ужасающий перевод. Это то, что мне 32 года не бросалось в глаза. Я сейчас продолжу. У меня же еще примерчиков. Я не приведу... Это только из этого года, понимаете? Этого не было 8 недель назад. 8 недель назад я вдруг замечаю. Оказывается, в русской культуре, в рамках которой был воспитан, там же написано... Вы помните? Откройте ему глаза! Что значит, откройте ему глаза? Это же из этой ужасной совершенно ошибки. Там не сказано открылись глаза. То, что они увидели, это всякую грязь, фальшь и ложь. И помните, как я сказал? Если вы узнали ложь, а что вы узнали? Ведь знать-то можно только истину. И я сразу хочу продолжить слово родитель заодно. Добрый день. Мой второй пример. И все время это ответ на тему, почему каждый год мы заново открываем, проходим через те же... Но ведь ничего же не изменилось, господа. Понимаете? И семь тощих коров из нашей главы съедят... Да, но вы знаете, что я заметил? Удивительную вещь. А почему волхвы египетские... Ну ведь очевидно же, нет? Семь колоссиев съедают... Так догадайтесь! Ответ это из нашей второй темы будет. А почему греки не нашли кувшинчик с маслом? Ну, жестяночку, знаете? Вот все жестяночки, а эту не нашли. И у нас будет целый урок. Я говорю с вами как с профессионалами по ограблению квартир. А вот как можно... Если у вас, конечно, есть деньги. Как можно запрятать деньги так, чтобы их не нашли? Вы понимаете, как греки не нашли? Они же искали, они же над нами издевались. Понимаете, масло оливковое первого отжима 0,2%, 0,2% кислотности, великолепное масло. Его можно в ванну, его можно сжарить. И они насмехались. Вот сломали печать, и все. В смысле? Они издевались над евреями. Они говорили, евреи, вы что, сдурели? Масло, как масло, что ритуальная чистота? А, ритуальная, нет. Ну, сумасшедшие. Да даже рентген вам не покажет ритуальной чистоты. Что это такое вообще? Это ваши прибамбасы еврейские. И мы с вами объясним, почему они не нашли. Ну, как же не нашли? Все нашли, а это не нашли, не верю. Они профессионалы. А когда, извините, домушники ищут, они все находят. Как бы вы ни прятали. Но есть одно исключение. О нем мы поговорим. Вот вторая наша тема. А пока у меня нет доски, так что всего одну букву нам нужно будет. 8 недель тому назад открываем в очередной раз, для меня 32-й раз, и читаем ровно то же самое. Но помните, что я сказал? Если Всевышний абсолютен, то Тора неисчерпаема. И я отвечаю на вопрос, ничем я последние 32 года занимаюсь. А чем вообще евреи занимались 3,5 тысячи лет? Ну, что там? Можно уже читать. Я читаю. И это уже не претензия к переводчикам. Что я читаю? А тебе, говорит первый человек, своей жинке. А тебе, говорит, подходит называться как? Помните, как звали? Хава. Ну, Ева. Евина дочки. Почему? Потому что ты мать всего живого. Отсюда пошла русская мать-мать. Извините, шучу. Что я хочу сказать? И тут меня... Господа, но если она мать всего живого, знаете, как ее должны звать? Хая. Почему Хава? Уже объясняю для тех, кто не знает иврит. Слово Хая и есть живая жизнь. Понимаете? Хава – это вообще-то впечатление, а не жизнь. Как вам вопрос? Повторим. Тебе подходит называться Хава, то есть впечатление, потому что ты мама всего живого. Так если ты мама всего живого, ты должна быть Хая, а не Хава. Замечательное имя есть такое. Хая. Вопрос ясен. 32 года я читаю. Заметил. И что? И ответ, я надеюсь, вам понравится. Две буквы, господа, отличают имя Хава от имени Хая. Это буква Хая – это Юд. А Хава – это Вав. Те, кто с нами не впервые, может быть, читали книжку «Гездация Кабалы» или слушали, что такое буква Вава? Помните, четырехбуквенное имя Всевышнего состоит из трех букв. Буква Хэй – вторая и четвертая. Повторяется. Юд и Вав. Юд – первая буква, Вав – третья буква. Что у нас такое буква Вав? Рисуется черточка. Сверху донизу. Буква Вав, господа, это соединительный союз И на иврите, а числовое значение – шесть. Вав – шесть. Что шесть? Шесть дней творения, шесть тысяч лет. Шесть на иврите, только на иврите такое бывает. Дополнительное значение слова «шесть» – средство. Что средство? Понимаете, шесть тысяч лет – это наша возможность попасть в шаббат. Шесть дней творения – это была возможность, данная первому человеку, завершить работу и попасть в шаббат. Седьмое тысячелетие. То, что у нас седьмое тысячелетие. Чем отличается Юд от Вав? Вав – это наша с вами реальность. А что такое Юд? Юд – первая буква. Чему учат все учительницы иврита в ульпанах? Вы берете любой глагол, ставите букву Юд впереди. Что получаете? Наше светлое будущее. Это вы врите. Буква Юд означает светлое будущее. Буква Юд – числовое значение 10. Это совершенство и полнота. Вы понимаете, к чему я вас веду? Вообще-то задача первого человека была не решена. Он вот эти шесть дней превратил в шесть тысяч лет. Вообще-то задача женщины – быть мамой всего живого. Но получился промах. И Хая стала Хавой. Почему Хая стала Хавой? Хава – это впечатление. Понимаете, это еще не жизнь. У нас здесь средство. Для чего? Для вечной жизни. Но жизнь не может заканчиваться смертью. Это ошибка. Это неправильно. Почему вы сказали, у нее сразу же было имя Хава? В том числе, дело, что нет. Когда она получает имя? Помните, мы когда-то учили с вами про мужчину с Солнца, женщину с Луны. И мы объяснили удивительную вещь, что первый человек, его женка пострадали от любви. Ну, то есть, я не первый. Я до 28 лет уже страдаю. Но как женился с тех пор… Ну, не, не только страдаю, слава Богу. Ну, а если серьезно? Ну, господи, что-то вы сидите все такие серьезные, прям как-то странно даже. Нет, ну, тема нашего разговора подразумевает, но не настолько же серьезно. Дело идет о жизни. Ну, не самая серьезная из тем. Ну, жизнь, ну. Так вот, первый человек называет вещи своими именами. Помните? Ну, ему скучно. То есть, помните, это я вам рассказывал, мне было 20, и я неосторожно пожаловался папе, скучно, сказал он. Знаете, что мне ответил мой папа? Ты, говорит, женись. Будет по-разному. Но скучно уже никогда не будет. И понимаете, он еще не женился. Ему было скучно. И чем он занимался? Называл вещи своими именами. Потом к нему приводят ту самую… Он ее не назвал. Он называет… Проверьте, Патрурию. Ее по имени, когда рождаются дети. Я сейчас не буду весь комментарий перескать. Он есть в книжке «Хорошее дело. Брак». Он ее называет «То, когда рождаются дети». По мнению Раши, это происходит после промаха уже. То есть, понимаете, что я хочу сказать? Я уже перейду к следующему комментарии. Сейчас вернусь к этому. Следующий комментарий звучит так. Это тоже… Это не просто перевод. Это убийственный перевод. Потому что когда переводят не точно, открылись, изощрились. Но когда мне переводят «И пожалел Бога, что сделал человека…» Может, помните такую фразу? Мы же только что сказали, что он абсолютен. Как это и пожалел? Нет, у меня тоже есть дети. Я вполне могу понять Бога. Иногда таки… Хотелось бы, чтобы наши дети, дай Бог здоровья, были получше. Ну, помните, как мужчины любят обижать женщин? Они говорят, не родилась еще… Женщина, которая не могла бы сказать, что с твоим характером могла бы быть и покрасивее. Мужчины меня поняли. Ну, мужчины, просыпайтесь. Понимаете, о чем мы говорим? Как это «пожалел Всевышний»? Он что, не Всевышний? Ну, он что, совсем, простите? Он что, не понимал, с кем он связывается? Ну, то есть, родители, вы что, не понимали, кого вы рожаете? Вот эти ваши маленькие детки, они же потом вырастают. Правильно? Дай Бог здоровья. И дальше. И дальше у них начинается своя жизнь. У них выбор. А когда у детей выбор, они даже такое могут выбрать? Если вы, родители, это понимаете, так он родителей с большой буквы не понимал. Ну, как это «и пожалел»? Ответ, так это убийственный перевод, вы не поняли. Знаете, что сказано в оригинале? «Ва-и-на-хэ-ма-шэм!» Наоборот! Мое имя, Ме-на... У меня же двойное имя, как у фон барона. Почему? Помните, когда-то на слова Жванецкого Аркадий Закий Шрайкин шутил? «Дети рождаются в спорах». Он пожалел. Не только между мужем и женой. Понимаете? А и в космических, имеется в виду, спорах. Ну, была такая теория академика опарина. О чем, господа, снова «и пожалел Всевышний, что сделал человеку?» Да не пожалел, утешился. Когда я рождаюсь, моему старшему брату 6 лет, и моя мама ждала девочку. Понимаете? И появляюсь я. Нет, потом меня утешила моя жена. Она мне первые годы после свадьбы говорила, ты у меня, говорит, грубый и неженственный. Но мама мне всю жизнь твердила, что я ее девочка, и что я ее утешение. Утешение. У меня имя такое, Менахем. А папа спорил. Ну, в спорах, граждане. И у меня имя Михаэль. У меня двойное имя из-за этого. Одним у меня мама называла, другим папа. Вот так у меня двойное имя получилось. Так вот, имя Менахем, понимаете, это же утешение. И утешился Всевышний родитель, я к вам обращаюсь. А в чем наше утешение? Еще раз. Первый родитель, и у него единственный сын. Вы со мной? И этот единственный сын, он такую глупость делает, ну, даже неудобно. Дальше. Так в чем утешение? Вы понимаете, что вам перевели и пожалел Всевышний? Там написано, и утешился. Ва-и-на-хэ-ма-шэм. А теперь, я же интриги ради, вам не до конца цитату довел. И пожалел Всевышний, что сделал человека, помните, как продолжение? И из земли. Ну, и утешился Всевышний. А в чем утешение? Что человек из земли. Помните? Вы из земли и в землю возвращаетесь. Так вот, это требуется еврейская традиция. Это нужны умные учителя, как у меня, а у моих учителей учителя были еще умнее. А первый из учителей был вообще наш учитель Моши. Традиция нужна, вы слышите? И что говорит традиция? Земля – это потенциал. Понимаете, господа, пусть вашему ребенку 60 лет. Да пусть. Но бывает ребенку 60 лет. Ответ, если вам 80 вполне, бывает ребенку 80, так он же все равно ребенок. Это не важно, сколько ему лет. Дальше. И вот ваш ребенок в 60 лет делает глупость. Как в 20. Сколько угодно. Дальше. А чем можно утешить родителей? Скорее сердце. Ответ. Он маленький. Вы слышите? Да, ему 60 лет. Но он еще поумнеет. Ведь мы же с вами, господа, я никого не хочу обидеть себя в первую очередь. Мы же с вами потенциально хорошие люди. Мы с вами потенциально умные люди. Но попробуйте не согласиться. Вы не побоитесь этого слова. Мы с вами потенциально праведные люди. Что вы на это скажете? Понимаете, земля это потенциал. Чем утешился Всевышний? Мы же из земли в землю возвращаемся. Чего в любых испытаниях у нас никому не отнять. Потенциал, господа. Мы просто еще маленькие. Неважно, если вам 60. Мы же еще, ну, в сравнении с Всевышним, сколько вам лет? Мы еще маленькие. Мы еще будем умными. Мы еще будем, будем, будем праведными. Еще раз повторим эту фразу. И утешился Всевышний. Вы слышите, как вам перевели? Убивать, я извиняюсь, надо, ну, фигурально выражается. Ну, как они так переводят, господа? Ну, у меня просто сердце болит. Они же на английском тоже так перевели, чтобы они не сомневались. Я не знаю, кто учил этих переводчиков. Ну, как это можно перевести точностью до наоборот? Да не пожалел, утешился. Родители, услышьте меня. Понимаете, наши дети ведут себя не всегда так, как мы. А что мы можем, родители, уже по отношению к выросшим детям? У них же ведь своя жизнь. И мы можем только помогать им деньгами и молиться за них. Что это еще? Я ничего не забыл. Ответ, есть еще одна вещь. Может, она самая, она даже может быть важнее денег. Хотя, конечно, дети думают, что важнее денег, ничего нет. Но мы же уже немножко знаем, что есть еще важнее. Что важнее, чем даже молиться? И деньги нужны. Молитва еще больше нужна. Но здесь мы учим еще одну вещь, господа. Понимаете, это слова, я специально лезу в христианский стереотип. Но это еврейское. Бог терпит, и нам велел терпеть. Это, простите, мы о чем? Вы знаете, очень часто, сталкиваясь с евреями в массе, уходишь как-то не очень довольный. Ну, оказывается, что не все евреи, ну, как бы это сказать. Помните, как Волонт? Просто они, что, говорит, среди москвичей есть нечестные люди? Я говорю, не может быть. Ну, помните, варьете. И помните, 10 рублей, а он 8,5 с полтиной сдачи. Ну, наказали. Буфет на 120 рублей. Понимаете? Ну, что, неужели бывают неправедные евреи? Вы со мной? Ответ. Бог терпит. Ну, вы встречаете еврея, и, вот, ну, неудобно об этом говорить, но он не просто есть, он еще чавкает. Ест свинину, еще чавкает. Ответ. Бог терпит. И нам велел. Смысл. Понимаете, что третье? Вот, кроме денег, конечно, самое главное, молитва еще важнее. Есть еще третья вещь. И утешился Всевышний, что сделал человека из земли. Мы же из земли туда возвращаемся. У нас есть потенциал, господа. Мы еще будем умненькими. Мы еще будем праведными. Подождите. Ну, потерпите. Родители. Что делает Всевышний? Слово «тшува». Помните, я к вам это слово уже привозил, его очень легко запомнить. Помните, мужчина, сделавший тшува, как женщина, сделавший тшува, тшувиха. Тшувак и тшувиха. Так вот, слово «тшува» – слово «возвращение». Куда возвращение? Кроме денег, которыми мы стараемся помогать нашим деткам, и молитвы, нужна еще одна потрясающе важная вещь. Понимаете, их нужно ждать. Нужно иметь терпение. Чтобы получать от жизни радости и скупые телеграммы. Дом, атмосфера. Понимаете, Всевышний ждет. Говорят мудрецы, не желает Всевышний смерти мерзавца. А желает он раскаяния, чтобы мерзавец вернулся. Я переведу на наш родительский. Понимаете, у человека есть потенциал. Не дай Бог, мы можем вести себя глупо, приглупо. Нельзя отчаиваться родителям. Даже если ваш ребенок ведет себя не лучшим образом. Вы должны его ждать. Бог терпит. И нам велел терпеть. Смысл? Ждать, господа. Он вернется. И вот это самое главное. Мы должны создать вот эту атмосферу любви дома. И даже когда наш непутевый сын или блудная дочь. И они должны знать, что мы их ждем. Мы их ждем, вопреки всему ждем. Мы их ждем, что они будут умными и хорошими и правильными. И мы их все равно ждем. Насколько понять этот комментарий? Понимаете, я сейчас возвращаюсь к предыдущему комментарию. Буква ВАВ и буква ЮД. Так наша мама, она же не Ева, вы слышите? Она не Хава, она Хая. Но так получилось, что не получилось с первого раза. Но буква ЮД, 10, 10 это полнота. Вот визуация Каббалы, те, кто помнит, 4 буквы в имени. ЮД, это не просто светлое будущее, это полнота. 10 на иврите дополнительное значение богатство. Помните, почему 10 это богатство? Что общего? У 10 и у богатства полнота. Богатство это не количество денег. Это ощущение, что вы можете купить себе все, что вам нужно. Другой вопрос, что вам нужно и сколько? И помните мой всегдашний пример. Если у вас 1 миллиард евро, а вы мечтаете... Ну, Греция, помните, оказалась в тяжелой, совершенно финансовой ситуации. И она продает в Игейском море острова. Да, цена сходная, 1 миллиард евро за... А у вас всего 1 миллиард евро. Так вы не богатый человек. Ну, надо же вам на вашем острове как-то обустроиться, простите. Ну, там вертолетная площадка, там я... Ну, я же необитаемый остров. Я к чему? 10 богатства. Почему? Полнота. 10 означает полноту. Будущее время, светлое будущее. Понимаете, хая, это то, что будет, это потенциально... Это еще будет, господа. И все наши дамы станут хая. Пока ха-ва. Буква вав. Это средство. Это временно. Это 6 тысяч лет. А что надо? Нельзя отчаиваться, господа родители. И кроме денег и молитвы, нужно еще научиться ждать. Нужно быть спокойным и упрямым, чтобы порой от жизни получать радости, скупые телеграммы. Доступно, господа. Родители. Вы понимаете? Это Тора. Это написано. Но чтобы это понять, надо понимать, что когда нам говорят, что вы из земли в землю возвращаетесь, нам говорят, господа, никогда, ни в каких испытаниях у нас никому не отнять потенциала. Мы все равно потенциально умные люди. Даже если сплошь и рядом, доказываем обратное. Насколько понятны слова, что мы из земли и в землю возвращаемся? Ну, господа, просыпайтесь. Для потенциала вы сказали. Нет, я пытаюсь фидбэк, как говорят у нас в Америке. Обратная связь по-русски. То есть, насколько понятны вот эти комментарии. Прозвучало сейчас три комментария. Давайте вспомним. Мы, во-первых, удивились и сказали, но ведь если Всевышний абсолютен, то ослушавшись родителя с большой буквы, вот это общий знаменатель всех трех комментариев, родитель с большой буквы «Р». Он же абсолютен. И ежели родитель с большой буквы говорит, не кушайте вы чизбургера, евреи, не кушайте чизбургера, то это не только, это даже на уровне энзимов. Потому что этот мир сделан его словами. И если Всевышний говорит, что это плохо, так, поверьте, это будет плохо даже на уровне медицины. Не в этом смысл законов Торы. Но абсолютность, это абсолютность. Дальше. А дальше оказывается, что Тора-то бесконечно. Что это значит? Неисчерпаемо. Что это значит? Я прошу прощения, что 32 раза я читаю, и на 32-й... Валерий, я сейчас посреди урок, если можно, часов через три часа, хорошо? Мы с вами таким образом говорим очень интересную и простую вещь. Все, что сказано Всевышним, оно вечно. А вечно – это всегда актуально, это неисчерпаемо. Это неважно. Вы будете читать Тору 3,5 тысячи лет. И вы такие открытия будете делать. И вот этот недельный цикл чтения, это не просто так, господа. Мы снова возвращаемся на ту же страницу. Это не повторение, мать учения. Какое повторение, господа? Вы услышите, 38 недель назад, я 32 раза открывал, и как следует... Да у меня книги не при себе, не довез, раскупили, но можно заказать. Путешествую по недельным главам. И вот я открываю недельную главу, барышит, и я прокомментирую. И что я обнаруживаю? Понимаете? И открыл... Открылись глаза их. Ну, не ему так сказано. И... И защрились глаза их. И мы с сожалением констатируем, что мы потеряли удивительную возможность прямого, непосредственного. И что теперь у нас такие бывают ассоциации. И был анекдот про педофила и педагога. Но это же грустный анекдот, вы же понимаете, господа. И это вообще не анекдот. И вот нам... Мы теперь смотрим глазами. А ведь уровень у нас был таким, господа. И вы понимаете, как больно было Всевышнему, когда мы упали. Родители, услышьте. Представляете, вас умный, ваш хороший ребенок. И вдруг такое вытворяет? Чем утешился Всевышний? Мама Хая. Она еще будет Хая. Там еще появится буква Ю. Будет совершенство. Но пока у нас буква ВАВ. У нас 6 тысяч лет. Насколько понятен комментарий про букву ВАВ и про букву Ю. Тоже, понимаете, я же всю жизнь читаю. А тебе, говорит, подходит называться, потому что ты мама... Но если ты мама всего живого, так тебе надо называться не Хаба, а Хая. Почему впечатление? Ответ. Да потому что у нас здесь турпоход через этот мир. Понимаете, мы здесь накапливаем... Мы здесь пытаемся чего-то... А когда поймем... Ответ. Тогда будем умными. А в чем утешение Всевышнего? Чем утешается родитель? И вот ответ... Вот это, может быть, самое-самое главное родительное. Детей надо всегда ждать. Всю жизнь ждать. Потому что наши дети... Кстати, и мы тоже. Потенциально умные, потенциально хорошие, потенциально праведные. Мы потенциал никогда не теряем. Мы же из земли. Чем утешился Всевышний? Что сделал человека из земли? Понимаете, о чем Торо говорит? А мы-то думали. Ваши вопросы. Первую тему мы более-менее завершили. Да. Ну, в моем понимании, значит, расходится фраза того, что написано, и создал человек, а вернее, создал Всевышний человека по своему подобию. Образу и подобию, да. В чем вопрос? Ну, из земли создал. Слово земля, спасибо за вопрос. Слово земля, господи, надо иврит знать. Ну, без иврита, ну, никак не получится у нас. Дело в том, что слово земля означает... Знаете, это не тот про иврей. Говорите, устроитесь, говорит, думают. Иврите, иврите, иврите. Иврите, 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 да. Да, так вот, иврит, иврите, да. На иврите, тем не менее, сказано слово Адама. И вы слышите не только слово земля. Что вы еще слышите? Подобие. Адаме. Пишется так же. Сходство. Понимаете, в этом же суть. Мы с вами материальные, но мы же с вами и духовные. Мы же с вами земные, родные, близкие, да, но и похожие на него. В этом суть человека, суть проблемы заложенной. Понимаете, наши дети имеют выбор. Наши дети похожи на нас. Но наши дети на нас и не похожи. Я помню, я это называю грузинский комплимент, грузинская еврейка. Грузинская семья владела магазинчиком недалеко от нашего дома. Он 20 лет назад был. В том же районе мы все еще живем. Мне так понравилось. Такая дама такая, я помню. Ну, очень, короче. А нашему ребенку 20 лет назад, ну, чуть меньше ей было, лет 7-8. Старшей девочке. Ну, я, это про нее, когда я говорю, что за комиссия создатель, быть взрослой дочерью отцом. Классика. Грибоедов. Так вот, она нам сделала, я это называю, грузинский комплимент. Она нам сказала как-то, ой, говорит, у вас такое, такая, говорит, красивая девочка, говорит, и не похожа ни на папу, ни на маму. Честно, знаю. Так вот, она не права. Она не похожа, то есть она права, но она и похожа тоже. Понимаете, мы не похожи на Бога, но мы и похожи тоже. И вот эта вот очень важная добавка, она для меня, вот из этого урока, вот она самая конкретная. Понимаете, родители мало, мало молиться, мало давать деньги, надо еще терпение, и надо все время передавать нашим детям, даже если они кажутся далекими, и непохожими, что мы их все равно ждем. И слово «одома», понимаете, оно и вверх, и вниз. Да, еще вопросы. Хорошо. Тогда мы делаем маленький, совсем маленький перерыв, пять минут. Как бы наша следующая, наша следующая тема, мы поговорим капельку о претензиях греков к евреям. Мы много раз уже говорили о Хануке, сейчас мы ответим на удивительный вопрос, я вам снова его анонсирую, как домушник, профессионал к профессионалам. Куда прячут, и как отыскивать? И почему греки не нашли, в упор не нашли? А мы, когда пришли, тут же нашли этот кувшинчик, зажгли масло, оно горело 8... В общем, хорошо, пять минут перерыв, кто не видел книжки, книжки сейчас есть все, у меня не с собой, но в Нью-Йорке есть уже полное собрание с членом Гиттика, я сейчас привез, спасибо, аэрофлоту, 46 килограмм. Я не все ввез к вам, но в Бруклине есть, так что, кроме того, что здесь лежит, есть еще, как бы, несколько номинований. Можно придти, поинтересоваться, и мы продолжим через пять минут. И нас угощают пончиками, господа, уважьте. Ну, хану-ка, господа. Ну, что вы, там записывается? Можно отойти, да. Я, извините, пока беру работу, приеду во вторник, или... христианской эры. Идет запрет, ну, практически, запрет на иудейское вероисповедание. Ну, древний мир не мог, ну, греки были гуманисты, плюралисты, либеральные наши, вот я сейчас только из Бостона, они бостонцы были, понимаете? Профессора, гарвардского уни... и вдруг запрет... Нет, аналогия есть, немножко. Вот, в Швеции запрет был на обрезание. В Польше на кошерный забой скотины. Но, если по большому счету, то что гуманизм имеет против иудоизма? И для того, чтобы это объяснить, а заодно и получится ответ на вопрос, так как же они не нашли вот эту самую жестяночку? Ну, как, все нашли, а ее не нашли? Да, говорят мудрецы, это намек, она была запечатана не обычным коином, а первосвященником. Это намек. Но, прежде чем мы сможем ответить на вопрос, мы сформулируем проблему. А в чем проблема гуманизма, господа? Почему Гитлер при всем неуважении, он был большой гуманист? Как это? Он же... Сейчас объясню. Гуманизм, господа, греческая религия, утверждающая, что, поскольку Бога нет, то самое высокое из всего сущего человек. и человек, он мирило всех ценностей. Человек самое высокое, что есть в этом мире. Более точно, как мы всегда учили, человеческие фантазии. Вот это предел возможного. И снова, господа, поймите, я ничего против людей, вы не поверите, я сам человек. Не шутка. Ну, человеческое вовсе не означает не дай Бог, но самое высокое человеческое и тут же может возникнуть вопрос. И спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот кулаки они люди, еще один большой был гуманист, товарищ Сталин, а евреи люди, ну, это же вопрос, господа. Я всегда, помните, снабжаю спецификацией, анекдотом. Вспомните анекдот, вспомните, ну, это в ЮНЕСКО, тут неподалеку, в Манхэттене, выступает там по поводу как накормить представитель Центрально-Африканской республики. Ну, и понятно, что какой-то еврей затесался, и он со своим. Говорит, а как у вас там в Центрально-Африканской республике обстоит дело с еврейским вопросом. И тут лектор, ну, казалось бы, какой, вы знаете, если честно, то не очень. Ну, то есть, я объясняю, что евреи совершенно обыкновенные люди, ну, такие, как мы, а они не едят. Вот просто отказываются и не едят. Понимаете? И это вопрос, евреи обыкновенные, а что же они не едят в Центрально-Африканской республике? Идея гуманизма это идея того, что человек определяет сам ценности, систему ценностей. А когда человек определяет сам, он так может определить. это же вопросы в рамках гуманизма неразрешимые. Господа, аборт это убийство или не убийство? А эвтаназию можно делать? Эти вопросы в рамках человека вообще не решаются. Ведь в чем идея божественного нравственного закона в абсолютности? Ну, по крайней мере в претензии, пока вы не прогрепите. Я уже делаю следующий шаг. Понимаете, чем мы насолили грекам? Откуда этот странный вопиющий запрет на иудея? Ну, мы же ничего плохого, господа. Да, я не ем свинину, но я же не заставляю вас ее не есть. Да, я не зажигаю свет в шаббат, но вас же о чем мы? Ведь евреев никто никогда не обвинял и не обвинит в миссионерстве. Мы же не насаждаем свои ценности и тем более силой. Ну, чем мы помешали? И ответ в этот раз будет другим в смысле, что мы ответим и покажем немножко другую грань того же самого. Я вообще-то хотел бы это нарисовать на доске, но доски нет. Так что будем рисовать виртуально. 6, 7 и 8. О числе 6 мы уже в первой части нашей беседы немножко сказали. 6 – это средства, 6 – это 6000 лет, 6 – это соединение, поскольку жизнь – это когда мы соединяем, а когда, не дай Бог, это вообще смерть. Дальше. А дальше выше 6, 6 – это основа, 6 – это хлеб. Но вспомните, вспомните греческую цивилизацию, а что нужно человеку? Ответ хлеба и зрелищ. Снова под зрелищами, ну хлеб это вещь понятная, тут говорить даже не о чем. С голодным безнравственно говорить о смысле жизни. Так что с хлебом вопросов не возникает. Но знаете, где возникают вопросы? Там, где 7. Надо. Хорошо, закончена работа, и нам с тобой охота. Ну мы же не черви земные, господа. Нам же и прекрасное не чуждо. И помните, что утверждали греки? Что самое высокое, что есть в мире, это красота. Ну вот, красота. Мой всегдашний анекдот, опять вспомните анекдот, вспомните идею. Это когда пациент к врачу, ну врач вот там за предыдущим пишет, поднимает глаза, пациент уже разделся, говорит, на что жалуемся, спрашивает врач. Я не жалуюсь, я хвастаюсь. Понимаете, что такое греки? Красота. Я хвастаюсь. Ну, помните, они нагишом дефилировали. Что такое зрелище? А что есть еще кроме? Вот это тот самый вопрос, на котором столкнулись греческо-еврейские цивилизации. При мы, они профессиональные воины были. А мы, как мы смогли их вообще победить, это отдельная вообще тема. Господа, пулеметов тогда не было. Это принципиально. Потому, что подготовить пращника, подготовить хорошего лучника 5-6 лет. пращник, снайпер тогдашней армии. Вы помните, Давид против Голиафа. И вопрос, я на него совершенно не собираюсь отвечать. Да я бы на месте Голиафа, извините, я бы пропотел от страха. Это еще в лучшем случае. Почему? Так против него шел пращник. Вы понимаете? Пращник это снайпер. Он мог метров на 40-50 в лоб залепить. Что Давид и сделал? И никакая броня Голиафу не помогла бы. А Голиаф смеется. Что ты говорит он Давиду? Идешь на меня с палкой. Это проща. Как проща? Это палка, а здесь такой кожаный карманчик. Туда клали камень, раскручивали и прачников готовили всю жизнь. Это снайперы. И большой вопрос, потому что это снова сколько мы не видим в Торе. мы не понимаем то, что там происходило вообще. Как же Голиаф не боялся, а даже как бы что утверждали греки. Греки утверждали элементарно простую вещь. Понимаете, человек ограничивается хлебом и зрелищем. при этом зрелищем господа. Это снова это не обязательно вот эти вот какие-то грубые вот эти цирки римляне. Не дай бог. Вот все человеческое и все по-настоящему красивое включается. Я всегда цитирую Анну Андреевну Ахматову. Молюсь оконному лучу. Он светил тонок прям. Сегодня я с утра молчу о сердце пополам. Понимаете, это колдовство. Это вот за рогатками слов зацеплен какой-то вот образ и красота. Вы слышите, мы ничего против красоты не имеем. Понимаете, что евреи скромно утверждали? Что есть еще выше? Выше человеческого. Выше зрелища. 6-7 хлеб-вино символом всего, что мы называем красотой, является вино. Сейчас не будем объяснять. А дальше идет главное слово Хануки. Знаете, какое главное слово Хануки? Не догадываетесь. 8. Как 8? 8 дополнительное значение масла. Вы представляете, язык, на котором дополнительное значение слова масла это число 8. Простите, какая связь? Уже объясняю. 6 и 7. 6 дней творения шаббат. Шаббат это красота. Шаббат это невеста. Выходи возлюбленный, помните, леха доди встречать невесту желанную невесту. Красота. Шаббат. А вы знаете, что есть выше шаббата? Есть выше красоты. Что выше красоты? Ответ божественности. Она источник красоты. Вот когда мы поем это не только рифма. Это четвертый куплет Так вот там есть четвертый куплет. И там про Хануку. Ну там же ведь сначала про Пурим, а до этого про Фараона, ну все наши 5 галутов. А в конце про тот некончаемый все еще незакончившийся галут. Но галут Греции, который был не в Греции, галут греческий был в стране Израиля. Очень напоминает сегодняшнюю ситуацию. Я живу в Иерусалиме, но храма ведь нет. Так какой же это Иерусалим? Ответ галут на Иерусалим. Но храм будет. Так вот там сказано это не только для эти рифмы. Бней бина сыновья бины бина сейчас мы скажем это восьмая сфера дней восемь шмоны шемен шемен масло шмоны восемь выше вина я остановлюсь профиль чтобы было лучше видно но моя жена говорит что это у тебя не пресс это прессованный жир ну у кого пресс у кого боремся 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 не я борюсь и мне кажется уже немножко меньше даже стало с летом когда мы последний раз виделись ну следующим летом увидимся проверим а если серьезно а ничего более серьезного чем жир и масло на иврите одно и то же слово шемен а что такое жир медицина это социативное компление так мой папа говорил но более точно это излишки это сверхобычного это излишки это сверх естественного вы понимаете откуда слово чудо появляется сверх обычного это излишки нет ну я не имею ввиду социативские накопления я говорю сейчас о чуде масла почему чудо происходит с маслом да почему греки не могли найти эту несчастную один ну ну жестянка ну отвечаю и сейчас вернемся к восьми но я уже обещал и исполняю свое обещание поговорить с вами как профессионал с профессионалами так где все таки прячут деньги и где их находят ответ деньги прячут повсюду и находят их повсюду и совершенно реальная история если вы хотите запрятать деньги так чтобы профессионалы домушники их не нашли история услышите историю история совершенно реальная как и всегда нашли того кто навел домушников профессионалов туроператор продает весьма обеспеченной паре там сотни тысяч долларов были в сейфе сотни тысяч долларов наличными в сейфе ну не бедная такая пара из Москвы на Мальдивы уезжала 2-3 недели не помню важно что когда они пришли ну там патентованный замок это вообще для профессионалов не вопрос они открыли они аккуратно вошли они нашли все понимаете вот вы например здесь такие неумные люди например там берут кусок мяса завертывают пачку долларов замораживают да первым делом холодильник отключает все вываливает все эти крупы все 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 простуки милли да вы не можете знаете что произошло я всегда говорю что я вот ну то есть я вообще никогда никуда но когда я с женой господа вот вспомните ваших жен понимаете в последнюю секунду она что-то вспоминает деньги она открывает она вываливает все деньги на стол и они опаздывают а самолет не ждет и понимаете она сейф не вернула деньги ну так оставила их на столе только газеты прикрыла они их не нашли ну невозможно найти деньги лежащие на столе ну деньги сотни тысяч долларов реальная история взяли и домушников взяли и наводчика понимаете но говорят спрячут деньги там на видном месте дело не в самом видном месте найдут оно же видно вы не поняли вы должны спрятать там где их никогда никому не придет в голову искать и я уже перехожу к грекам помните из-за чего у нас был с греками ну я называю это аграрный вопрос кто кого в землю раньше закопает аграрный вопрос греки говорили бога нет а евреи говорили таки есть слушайте дальше но если нет бога то нет и боже нет выше человека согласитесь есть хлеб есть зрелище больше ничего нет восьмого нет это сверхъестественно это излишество дальше кем был запечатан сказали вот масло вообще-то первосвященники не делали ну извините был обычный священник но это почему-то сказали мудрецы подчеркнули кто такой первосвященник я начинаю загибать пальцы когда дамы вы утром произносите благословение сделавший меня по своему желанию а что вы собственно говорите мужчины когда вы говорите не сделавший меня женщиной что вы говорите что вы говорите на самом деле спасибо всевышний что взвалил на меня дополнительные митвот помните ниже всех находится не еврей у него меньше всего митвот только 7 раб у евреев на него распространяются все запреты понимаете он не может пахать даже на вас он не еврей он не может на вас пахать в шаббат на мере еще больше митвот у еврейской женщины но она освобождена от всех митвот которые связаны с временем помните она же родом из времени и помните время внутреннее пространство внешнее мужчина он родом из внешнего и все мужчины имеют проблемы с временем а все женщины имеют проблему с внешностью потому что они родом из внутреннего у них проблемы с внешним и даже не побывав у вас дома я могу сказать чьими вещами заняты все шкафы в вашей квартире еще не родился мужчина которому женщина могла сказать что ты дал мне достаточно места правда мужчина отвечает очень жестко еще говорит не родилась женщина которая нельзя было бы сказать что с твоим характером могла бы быть и покрасивее шучу не дай бог женщине воспринимайтесь серьезно а то может у меня нехорошо кончится так вот я повторю мы говорим с вами о восьми и загибаем пальцы меньше всего митвот у нееврея у еврейского у того кто на евреев работает уже есть запреты у женщины но у мужчины есть еще и связанные со временем в которых женщины освобождены и когда мы благодарим за то что не сделал это мы благодарим за дополнительный митвот который на нас всевышний взвалил от чего мы исходим с горбленами все евреи выше еврея ну по количеству митвот цар цар циля мягкий кончик цар у него есть еще например митвот собирать народ выше левиты еще выше коэна понимаете номер восемь коэнгадоль ну нету коэнгадоль говорили греки понимаете ну нету в природе жрецов у нас у самих но того который входит в контакт физический с богом ведь бога же нет и контакта физического с ним понимаете почему они нашли кувшинчик что хотят нам сказать мудрецы так они его в упор не видели они не могли его увидеть ну бога же нет и восьми нет такого уровня понимаете евреи положили так что они не могли увидеть почему так они же отрицали существование восьми шесть семь и восемь греки ограничивались уровнем семь красотой а как мы победили бней бина ямэй шмона какая связь между биной ответ так давайте загибать пальцы и считать сферот знаете какая сфера получится в самом низу мальхуд выше есод ну книжка вызывается кабалы кто хочет еще выше год нецах ти ферет гвура хэсет седьмая а еще выше бина и это не просто так господа что она восьмая и что мы простите господа но откуда откуда идет красота где корни красоты и мой пример вы знаете вот никогда не ценил пабло пикассо вот пока не увидел его очень позднюю работу дон кихот и санчо панс вот кто не видел вы посмотрите пожалуйста не поленитесь господа это надо видеть вот у меня ассоциация в третьяковке висит полотно ну вот 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 как от той стенки там пуд краски этот Иванов использовал явление я даже не хочу говорить кого народу это такая графомания господа это такая ляповатость это такая краска он штрих кодом ну я утрирую просто полосочками вы посмотрите что он смог сделать он гений господа это невероятно посмотрите на эту картину это перед смертью где-то лет за пять он сделал 62-й я не помню точно это невероятно понимаете это не просто черно-белое это надо видеть господа он такое смог передать вот черточками просто к чему я подвожу а теперь берем овчарку можно дворняшку но обязательно собачку потому что очень хорошее зрение а у меня не очень хорошее ну и мы вдвоем стоим и смотрим на Санчо Пансу и Дон Кихота и что этой собаке помогает ее острое зрение откуда красота где истоки красоты где черпают вдохновение откуда понимаете звуки приход свыше вот я о чем оказывается господа когда мы строим систему сферот книжковизация кабалы то истоки красоты понимание собаке ничего не поможет глазами красоту нельзя увидеть ну мне я не получил должного не упрек моим родителям я не получил должного музыкального воспитания я не могу получать удовольствие от красоты музыки понимаете чтобы нужно немножко иметь в голове иначе вы не оцените вы не увидите эту красоту как мы победили греков мы сыновья бины мы поднялись к истокам красоты и показали что истоки красоты это божественность бина это мудрость вы имеете ввиду бина ну я перевожу мудрость хохма бина я перевожу как понимание истоки красоты это понимание есть выше чем зрелище есть бог и вот это есть бог и есть наша победа понимаете в чем наша победа где эти ваши греки ответ там же где римляне вавилоняне и всякие прочие персы нету этих цивилизаций нету этих нету музея в фолиантах толстых а мы на уроке торы встретились обратите внимание мы пережили советскую власть да мы же вечные господа мы божественные 6 7 и 8 давайте резюмируем хлеб вино и сверхобычное сверхъестественное понимаете почему на иврите 8 и масло жир одно и то же слово сверхобычное это язык который бы выжил только за что на нем говорит Всевышний и вот это как бы связующее звено двух частей нашей сегодняшней встречи мы должны понемножку резюмировать но у нас еще есть целых 15 минут минхов 4.15 я ничего не путаю господа пришедшие на минху 4.15 минха на сколько 4 ну тогда мы начинаем резюмировать собственно что мы за сегодня не успели сказать наша первая тема была о бесконечности бесконечной глубине Торы и о том что всякий раз и глубина а за глубиной еще глубина и удивительно важный как мне кажется по крайней мере для меня совет всем родителям от родителя с большой буквы господа нельзя отчаиваться в наших детях и даже когда они делают неправильный выбор и утешился всевышний что сделал человека из земли потенциал наш второй урок был связан с праздником ханука и мы всю концепцию хануку поместили в одно емкое слово восемь масло жир сверхобычное и ответили заодно ну как профессионалы профессионалы а где надо прятать деньги если конечно они у вас есть ответ там где никакой домушник не подумает что они могут быть понимаете греки ну не могли они увидеть божественное ну шансов так же как у собаки нет шансов увидеть красоту созданного Пабло Пикассо нет шансов у дворняжки извините для этого человека надо быть чтобы найти вот эту вот первосвященник это же восьмой уровень господа с их точки зрения несущие несуществующие восемь божественное и это наша победа над греками мы видим истоки красоты мы понимаем что звуки приходят свыше вдохновение приходит свыше ваши вопросы господа то что мы уже должны завершать да давайте я ваш вопрос переиначу неужели Станин не знал что есть Бог он же в семинарии учился неужели Гитлер не знал что есть Бог он же в протестантской стране родился это выбор вы слышите это выбор они выбрали не иметь Бога и они его не имеют еще вопросы господа хорошо тогда мы с вами прощаемся даст Бог в июне я появлюсь вот и даст Бог мы и встретимся если вы конечно прийти то Продолжение следует...